Первый в России банкомат по выдаче наличных был установлен в Новоарбатском гастрономе в центре Москвы в далеком 1994 году. Тогда поглазеть на заморскую диковинку, выдающую без помощи кассира из большой железной коробки настоящие рубли, собирались толпы зевак. А это уже 2022-й. Возле банкомата все того же Новоарбатского, однако уже не магазина, а торгового центра, вновь выстраиваются очереди. Москва, 2022 год. Очередь в банкомат. Два часа ночи. После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля и введения санкций против российских банков, в стране началась финансовая паника. Народ ринулся снимать из банкомата все сбережения. Но вкладчиков ждал неприятный сюрприз. Задолго до официального краха местных банков у финучреждений начались серьезные проблемы с самими аппаратами выдачи налички. Все, что нужно знать о Сбербанке, не работает. А второй? А второй вообще взломан. Тоже введите, как пользуются. Какого нахрен пользуются? Я такую картину еще везде наблюдаю. На первых порах большинство российских банков вывели из строя новые купюры. Кремлевские чиновники давно включили печатный станок на полную, миллионами штампуя новые сотки и двухтысячные купюры. Поскольку перепрограммировать машины из-за массового оттока IT-специалистов из России некому, то банкоматы распознавали новодел как фальшивки. Автоматически изымали их и выключались до приезда инкассаторов. Выпадает одна производственная цепочка и вся вертикаль начинает работать со сбоем. Система была настроена на все старые образцы. С новыми она не знакома. Для того, чтобы она с ними познакомилась, всегда надо перенастроить. Нужно сделать обновление. Но обновление никто не делает. С началом войны российская финансовая система оказалась фактически отрезанной от внешнего мира. Карты, выпущенные в России, перестали работать за границей. А карты, выпущенные за границей, больше не принимались за поребриком. Одномомент нарушится то, к чему мы так привыкли. То, что казалось нам обыденностью. Оплата пластиковой картой в магазине, оплата с телефона, переводы по картам и все в этом духе. После очередного пакета санкций официального ухода с российского рынка платежных систем Visa и MasterCard наряду с компаниями, обслуживающими сети банкоматов, в Кремле заговорили о пресловутом импортзамещении. Да только не на словах, а на деле все оказалось гораздо сложнее. В итоге снять наличные с карты россиянам стало практически невозможно. Кто-то может сказать, что это хорошо, что ушли Visa и MasterCard, потому что мы, Россия, стали более независимыми. Но мне кажется, в этом случае мы становимся более зависимыми на рынке платежей, в том числе от Китая. И ничего в этом хорошего нет. Становится гораздо меньше конкуренции на российском рынке. Чем меньше конкуренции, тем меньше рекламы и выгодных предложений. Поэтому халява, ребята, заканчивается. Да что там халява, в России начали заканчиваться сами пластиковые карты. Как оказалось, большая и могучая на словах, даже такие элементарные вещи производить сама не в состоянии. Чипов стало мало, стоить стало дорого. Соответственно, наши коллеги из центра эмиссии придумали решение близко к гениальному. Реимплантация чипов банковских карт. То есть мы начали выковыливать чипы из карточек и вставлять их в новые карты. Дальше больше. Вслед за нехваткой чипов в РФ началась нехватка самих банкоматов. Так как американские компании отказались от поставок и обслуживания техники, закупать новое оборудование российским банкам приходится у Китая. О качестве продукции и долговечности укомплектованных ею банкоматов говорить не приходится. Он опять не работает. Он работает, да, но чаще не работает. То ли там нет денег, то ли они специально саботируют эту проблему, делая из-за этого. Вот пришли мы в этот банкомат снять денег. Вот карточка, вот мы ее вставляем. Вставляем, а она не втыкается. Не втыкается. Прикольно. Мы сняли денег. Единственные, кто остается в выигрыше в такой ситуации, это сами банки. Ведь чем дольше клиент не снимает деньги со счетов, тем больше прибыли идет финучреждению. А значит ждать, что в России возьмутся за ремонт и устранение неполадок, не приходится. Скорее наоборот, жители РФ ждут старые добрые 90-е с одним работающим банкоматом на всю 140-миллионную страну.